Шум времени «Судьба — это нечто такое, против чего ты бессилен». «Я считаю музыку самым могущественным средством для укрощения человеческого зла», говорит Александр Дмитриевич Костальский, великий русский духовный композитор. Семнадцатый год. Жаль, что мне не тридцать, не двадцать, не пятьдесят лет. Новое время требует новых сил. Весну семнадцатого года он принял радостно, восторженно, с ликованием. Страна ликовала, но желание переделать все, устроить так, чтобы все стало новым, чтобы лжилое, скучное, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, веселой, захлебывался восторгами блок. Дело художника — видеть то, что задумано, слушать ту музыку, которая гремит разорванным ветром в воздух, вторил ему Андрей Белый. В музыке — содержание будущей исторической жизни. Хотелось верить, мечтать, но эйфория довольно быстро прошла. Осень семнадцатого года — это совсем не то, что весна семнадцатого года. Среди произведений Костальского из цикла «Из минувших веков» есть одна из тетрадок, которая называется «Христиане». И вот именно так же «Христиане» назвал свою картину Михаил Нестеров. Это название менее известно, ну а мы-то хорошо знаем ее под другим именем — «Душа народа». Это программная картина Нестера. Вот в то время, пока Костальский искал свой новый церковный стиль в музыке, и он говорил, что «я стал неожиданно для себя», он признается в дневниках, в записях, что «меня называют чуть ли не провозвестником этого нового церковного стиля». То есть он говорит, что «у нас очень много самобытных церковных мелодий, и к ним нельзя применять обычные казенные формулы, мы должны дать им новую жизнь». То есть они должны выйти из пределов храмов, вот, грубо говоря, да, чего он хочет, чтобы церковная музыка получила новое развитие. ПЕСНЯ ПЕСНЯ И вот в это же время, когда происходят все эти важные трагические события, в своей мастерской московской Михаил Нестеров работает над картиной «Душа народа» или «Христиане», она называлась первоначально. Что там изображено? Наверное, те, кто видел, вспомнят, но остальным мы напомним. План картины таков. Верующая Русь от юродивых и простецов, патриархов, царей, до Достоевского, Льва Толстого, Владимира Соловьева, до наших дней, до войны, с ослепленным удушливым газами солдатом, с милосердной сестрой. В общем, со всем тем, чем живет наша земля и наш народ до 1917 года, все они идут огромной лавиной вперед в поисках Бога живого. И вот впереди этой людской лавины мальчик. Он идет впереди этого огромного количества людей. И по замыслу Нестерова, он один, единственный из всех видит Бога и должен раньше всех прийти к ним. И мне кажется, что вот эта картина, она перекликается с творчеством Кастальского. И с его музыкой. Да, вот этот мальчик. Но чем не мальчик из синодального училища? Ведь Астальский был директором училища, и под его руководством готовили эти многочисленных певчих. Кстати, вот это синодальное училище, оно и находилось рядом с Московской консерваторией. Субтитры создавал DimaTorzok октябрь 1917 года — это уже, как пишет Кастальский, очень напряженное время. И он ознаменовался для москвичей покаянным молебном в Успенском соборе у раки преподобного Гермогена. Раку преподобного осквернили солдаты, так называемые солдаты революции. Богослужение совершал митрополит московский, и того времени Тихон пел синодальный хор, которым руководил Кастальский. Тихон обратился к богомольцам с кратким словом. Призывал принести покаяние перед Богом и молить святого угодника о прощении и заступничестве, иначе волна зла захлестнет Отечество наше. Что происходит в Москве? Кастальский пишет, что финал войны для нас ознаменовался вылетом всех стекол. Дома у нас и в синодальном училище. Он ударил в квартиру Ипполитова Иванова, но надо сказать, что Ипполитов Иванов мужественно перенес и пережил этот страх. Пробиты стекла, разбиты стены домов. Русская музыкальная газета пишет, что пострадало много зданий от бомб, сброшенных на город. Картина Москвы ужасает. Особенно сильно пострадал на Никитской консерватории синодальное училище. Дочь Кастальского вспоминает, однажды ночью, в самые первые дни революции, к нам пришли солдаты с ружьями и с грозным видом сказали, собирайтесь, уходим. И тут вышла мама, как сказала, в одном пенсне и сказала, господа, что вы делаете? Я сейчас же позвоню Ленину. Вышел Кастальский. Он был в валенках, в домашней кофте, молча посмотрел на них и сказал, ребята, чего горячитесь-то? Давайте по домам. И странным образом они ушли. И в доме по-прежнему звучал пах. В эти дни Нестеров запишет. Война делает свое страшное дело. Жизнь выбрасывает на поверхность и хорошее, и плохое. Кричинские, Расплюевы сменили Обломовых, Левиных, Безуховых. Российские идеалисты всех мастей, славянофилы, западники, трезвенники и прочие сменялись как в калейдоскопе. Всплывали поступки, действия то прекрасные, величавые, то безумные, преступные. И добавим, что вот среди этих идеалистов был Александр Дмитриевич Кастальский. Он подумал, что уж октябрь 1917 года позволит ему создать и осуществить мечту всей жизни. Это народная консерватория, это народная музыка, что все будут петь, и вот большевики, и помогут ему осуществить его идею. Это идея фикс. Господи сил с нами будет и ногу, бо разве тебе помощника в скорбях неима мы Господи сил помилуй нас Рядом с Костальским, с соседом его московским, был Николай Бердяев. Жена Бердяева вспоминает, что в октябрьские дни в Москве стреляли. Мы собирались куда-то бежать, прятаться, а Бердяев сидел в своем кабинете спокойно и писал. При каждом взрыве наша старшая прислужница, еще тогда не было запрещено держать прислугу, дико вскрикивала, что делать. А Николай Бердяев выходил из своего кабинета и говорил спокойно, в чем дело? Ничего необыкновенного не происходит, все, что хотели, то и получили. Главное не сдаваться, говорил он, и главное продолжать жить так, как вы привыкли жить. Тогда все успокоится, а продолжали жить привычно. В гостину у Бердяевых собирались ученые, писатели, философы. Было холодно, не топлено, голодно. Жена разносила чашки с горячей настойкой из березовой коры и маленькими пирожными стертой моркови. Все сидели за столом и обсуждали ситуацию, культуру, искусство. Например, темы этих встреч очень интересны. Образ антихриста. Сдавали вопросом, антихрист ли Ленин или лишь предшественник антихриста. Споры были горячие. Бердяев рассказывал, что я видел Дзержинского. Он произвел на меня впечатление человека вполне убежденного и искреннего, но слишком убежденного. Конечно, Дзержинский романтик, одержимый романтик, и это страшно. В нем было что-то жуткое, хотя он был безукоризненно вешлив. Потом Бердяев говорил, ну, конечно, он же поляк, он изыскан. В то же время в нем есть какая-то странная жестокость. Он хотел стать священником. И, может быть, свою веру он перенес на отдел ЧК. Когда Бердяева спрашивали о том, как быть, что делать, он говорил о том, что я считаю, что революция – это и мое дело. Я принимаю полную ответственность за все, что происходит. Революция в России неизбежна, и это справедливо. Но я не представлял ее себе в радужных красках. Горе тем, кто считал, что это очаровательный вихрь, который построит новое. Нет. Ближе всех членов Совнаркома Костальскому был Нарком Просвещения Анатолий Луначарский. Потому что начались очень сильные преобразования. Все духовные заведения должны были быть превращены в светские. В Министерстве по делам религии заседал Троцкий. Считалось, что церковное пение нужно отменить в школах. И Костальский понимает, что единственный шанс – пойти и поговорить. Костальский сам предложил Луначарскому преобразовать Синодальное училище в Московскую народную хоровую академию. И сам же ее и возглавил. Он видел в этом выход. Хотя некоторые, и люди-то, в общем-то, непростые, его коллеги вчерашние, осуждали Костальского за это. И предлагали другой вариант. А почему бы не преобразовать Синодальное училище в Патриаршее училище? Напомним, что в это время такие же бурные события развиваются внутри Русской Православной Церкви. Выборы Патриарха впервые. И он был избран. Он избран, Тихон. И посмотрите, что происходит. С одной стороны, Костальский на приеме Луначарского. Луначарский приветствует его, обнимает. Естественно, он напоял его чаем с баранками. В это голодное время мы знаем, что некоторые наркомы падали в обморок. Он сидит в кабинете у Луначарского, приходит домой, пишет музыку к интернизации Тихона. Сама фигура Луначарского тоже весьма интересна и поучительна. Анатолий Васильевич – нарком просвещения до 1929 года. Ленин говорил о нем. Внешне он был мягок, лучист. В молодости подрабатывал, оказывается, гидом в Лувре для русских туристов. Прекрасно разговаривал на языках, знал музыку, литературу, сам писал пьесы. После революции быстро, как язвительно замечает художник Юрий Аненков, быстро облачился в зеленый френч и стал править просвещением. Ленин к нему странно относился. Одно из его замечаний такое – Луначарский. Это, знаете, настоящий фигляр, грязный тип, вопивоха и кутила, развратник. Но он мне нужен сейчас, потому что Луначарский умеет уговаривать и примерять. Надо только держать Луначарского под контролем. Наш фразистый говорун тогда успокоится. У Луначарского в 1908 году умер ребенок. Всю ночь он сидит над гробом своего ребенка и читает вместо поминальной молитвы «Лютургию красоты Бальмонта». В этом может быть весь Луначарский. Он услышал Костальского и говорит о том, что вы нам нужны, но и мы вам нужны. Если мы поймем вас, но и вы поймите нас. Для чего же нужен был Костальский Луначарский? То есть, как мы уже поняли, Луначарский нужен Ленину, а Костальский нужен Луначарскому. Вот Атолий Васильевич в весьма доступной форме объясняет, для чего он принял Костальского как своего тоско-революционного композитора. Он говорит, что такое Октябрьская революция. Это огромный гигантский трактор, который едет по полю, где почва истощилась, давно уже потеряла способность производить что-либо иное, кроме чертополоха и плевел. То есть, это то, о чем мы говорили. Вот это и причина того, что появился Серебряный век. То есть, все ждали чего-то, все были в ожидании нечто нового. Но когда оно должно было наступить? Вот Луначарский говорит, оно уже наступило в октябре 1917 года. Что происходит, по мнению Луначарского, в России? Существуют социальные барьеры. То есть, народ любит одну музыку, народную песню. Мелкая буржуазия, эстрадное искусство. Каждая группа имеет свой музыкальный язык, свои музыкальные формы. И они не пересекаются. То есть, существуют так называемые ножницы, расхождение музыкальных интересов двух крайних общественных групп. Так вот, нам нужны такие композиторы, которые будут способствовать максимальную сжатию этих ножниц. И кого же он называет среди таких трактористов, этого огромного трактора Октябрьской революции? Кастальского. Он говорит, что Кастальский – это не просто церковный композитор, это наш революционный композитор. Что вот такие люди нам и нужны. Надо сказать, что Луначарский услышал все просьбы Кастальского. И более того, он принимает важное решение, что церковное пение остается важной дисциплиной в учебном плане. Его не уничтожают. Потому что, говорит Луначарский, это, конечно, чистейшее золото народного творчества. Так к церковной музыке нужно подходить. Это не выдумки священников, а это душа народа. Без снежную, веру, и не славненьшую. Без сравнения, без сравнения, все роды. Без исцеления, Богослово рощую, сущую, Богородницу. Лица, образы, судьбы. В программе Ирины Кленской и Александра Васькина «Шум времени. Музыка. Революция». Кастальского обвиняют во всех грехах. В связи с большевиками. В том, что он красный профессор. Пишут довольно обидные вещи. Пишет это один из крупнейших и авторитетнейших критиков музыкальных сабанеев. В агитационную музыку главным образом пошли второстепенные авторы, которым было все равно, что писать, только бы зарабатывать деньги. Один из них — ремесленник. И оплот реакции Кастальский. Композитор Рославец говорит о том, что такое поповство развел Кастальский, что заслуживает он и его музыка, и его действия презрения. Действительно, Кастальский пишет. Во-первых, он делает новую инструментовку интернационала. Он пишет несколько важных вещей. Песнь про Ленина и потом угроба Ленина. В это же время интересно, что Виктор Васнецов разрабатывает по поручению того же наркома просвещения Луначарского новую форму для бойцов. И то, что мы сейчас видим в фильмах и на многих картинах, вот этот шлем комиссара и длинная шинель, это сделано по эскизам Виктора Васнецова. Кастальский объясняет свою позицию. Он говорит о том, что неважна тема. Для музыки, так же, как для живописи, для литературы, вообще для искусства нет плохих тем. Есть только плохое исполнение. И любое произведение, созданное ярким человеком, талантом, это всегда размышление или тоска, или печаль о времени, о себе и о жизни. Он пишет, опять мной обладевает тоска и неврастения. И я нахожу выход неврастения. Он называл такие состояния души, когда, как он говорил, дышать не в мочь. И что он делает? Он рисует. Он вспоминает мотивы, которые он видел у имперсионистов, у Ван Гога. Он рисует подсолнухи, рисует звездные ночи. И таким образом, как говорит Кастальский, я привожу себя в человеческий порядок, нахожу вновь свой человеческий облик. И надо работать дальше. Он пишет в одном письме. Да, время сложное, а когда бывали легкие времена, я совершенно не собираюсь сдаваться. Я не собираюсь сидеть, сложа руки. Я не собираюсь уходить со своего поста. Наоборот, я буду продолжать работать. Я буду продолжать учить. Я буду все равно продолжать отстаивать те идеи, которые мне дороги. Трудно поверить, но в 1918 году Кастальский с одобрением Луначарского начал составлять новую редакцию церковно-певческого обихода. Но возникает вопрос, а что, церкви тогда работали? Да, безусловно, большевикам было не до этого. Несмотря на гонения, не обрушившиеся на русскую православную церковь, в общем-то, политика наркомпроса в отношении церковной музыки в эти первые годы советской власти была весьма либеральной. Трудно поверить, но это так. Чем занимается Кастальский? Он руководит одновременно двумя народными хоровыми академиями Москвы и Петрограда. Эти академии созданы для изучения партитур духовных музыкальных сочинений русских авторов, в том числе и Кастальского. И Кастальский получает согласие на преподавание церковного пения в этих народных академиях. Вот чем он смог убедить Луначарского? Говорили, что он запугал его за силе модернизма, то есть вот этих футуристов, бурлюкат и прочих, что они чужды крестьянству и простым рабочим. Простому народу нужна народная музыка, говорил Кастальский. Вот я вам принес народную музыку. Он подготовил проект реформы музыкального образования. В этом проекте говорилось о подготовке церковных регентов и об изучении духовной обрядовой хоровой музыки. И вот представьте себе, что до 28-го года многие регенты, тех, кого выпустил и научил Кастальский в Синодальном училище еще до 17-го года, они продолжали управлять церковными хорами, а композитора сочинять духовную музыку. И, конечно, со стороны это выглядело, ну как, Кастальский спелся с большевиками, Кастальский постоянно пропадает в этом наркомпросе. Ну а что же делают остальные? Воснецов, которого сравнивали с Кастальским. Напомним, что Кастальского-то называли. Воснецов в музыке и говорили, вот смотрите, что сделал Воснецов. Он расписал Владимирский собор в Киеве. Вот так же расписывает русскую музыку Кастальский. Так вот, ни Воснецов, ни Нестеров, они не были готовы, я думаю, подать руку Кастальскому. Но случай с Щусевым во многом говорит. Когда Щусев, друг Нестеров, в 1924 году проектирует мавзолей, Нестеров перестает с ним общаться. Он встречается с Шаляпиным и рассказывает Асафью о том, что виделся с Шаляпиным. И Шаляпин в растерянности и в некоторых грустных мыслях о том, что происходит. Но он уверен, что неминуемо озверелых людей потянет на сердечную теплоту и искренность. Неминуемо настанет время, когда захочется спокойствия, когда людям захочется нормальной жизни и духовного общения. Воснецов выбирает такую позицию. Его любимая история, история о спящей красавице. Почему заснула спящая красавица? Потому что она бережет силы, она бережет свою красоту для будущего. Она не растрачивает себя в бессмысленных поисках, борениях. Она спит для того, чтобы проснуться, полный сил для нового. Он пишет так называемую симфонию семи сказок. Однажды, рассказывает Аполлинария Воснецов, его брат, я пришел к Виктору и увидел, что он рисует. Аполлинария говорит, я пришел взвинченный, потому что мои картины выбросили из мастерской. Мою мастерскую отдали каким-то партийцам. Я говорю, что же делать? Виктор берет кисти, дает мне, подводит к мольберту и говорит, пиши. Посмотри на весну, попробуй ее ухватить. Мы художники, и что бы ни происходило вокруг, мы должны писать. Ты говоришь, серые люди, серые безликие города. А ты рисуй. Потом все разберутся. Посмотри, как небо просияло. Улови лучик солнца. Пиши, рисуй. Вся история человечества – это борьба человека-зверя с человеком духовным. Костальский начинает сосредоточенно заниматься поисками и расшифровкой старинных песнопений. Ну, похоже, что в атмосфере этих поисков он теряется. Он не знает, куда ему направиться. И в 1924 году его угораздило примкнуть к ультр-радикальной творческой организации, которая называется Российская ассоциация пролетарских музыкантов. То есть это тот самый рап. Костальский оправдывается перед Борисом Асафьевым. Я не примазываюсь, а меня примазывают к ассоциации пролетарских музыкантов и красной профессуре. Меня, 67-летнюю, ты развалину. И, конечно, сотрудничество с ассоциацией из фракции красной профессуры, которая оформилась в Московской консерватории, оно бросило тень на Костальского. И оправдываться за него, многим его биографам, приходится по сей день. Что заставило его вот так вот порвать с прошлым и действительно бросится вот в эту совершенно жуткую атмосферу. Ведь в это время он переписывается по-прежнему Сергеем Васильевичем Рахманином. И, к сожалению, письма эти полны горечи и печали, потому что из них мы узнаем и о нищете, и о болезнях, о голоде, о страхе от постоянной угрозы уплотнения жилья. Да, уплотнение – это естественный процесс этого времени. Необходимость его обозначил еще Владимир Ильич Ленин. Он написал целую статью, как организовывать уплотнение. Ну, живет семья профессора в пятикомнатной квартире, говорил Владимир Ильич. Нужно их уплотнить. Но они понять не могут пока какое-то счастье для них. Приходит человек пять рабочих, крестьян, и они пытаются объяснить вот этому профессору о том, что надо потесниться, что надо переехать из спальни в столовую, что кабинет теперь будет кухней. Но я хочу сказать, что сами вожди уплотнения не пережили. И мы знаем, что Луначарский жил в замечательной отдельной квартире, которая сейчас является музеем. Так вот, Костальский жалуется Рахманинову и просит его найти в Америке издателя для духовно-музыкальных сочинений и содействовать в получении гонорара. То есть Костальский, скорее всего, это можно так трактовать, уже думает как бы перебраться за океан. И для этого нужен стартовый капитал. И он думает, что издадут его сочинения, будут деньги. Рахманинов в ответ стал помогать Костальскому материально. И уже в 1924 году, вот когда 67-летнего больного композитора включили в эту самую жуткую ассоциацию, нашли, наконец, место для него преподавателя музыки в штате Огайо. Но он уже был настолько болен, что, конечно, ни о каком переезде за океан и речи не было. Как он пишет, мне стукнул 67 лет. Старый хрен совсем. Доктора велят беречь себя, гулять, спать. Говорят, сердце шалит. Надо ликвидировать быстро печатные работы. Не нравится мне все посмертные издания. Пишет Рахманинову несколько писем. Они сохранились в Америке, в библиотеке Конгресса. Вот одно из них. «Слышал, что ты, Сергей Васильевич, хорошо живешь. И доволен своим положением. Ну и дай бог». Прокофьев, говорят, тоже процветает. Мы же хоть и считаем теперь деньги миллионами, буквально занято добыванием крошек для пропитания. Все-таки пока не издохли. Данилин халтурит и спекулирует на Боге. И, по-видимому, хорошо зарабатывает на церковных службах. Вообще-то, кормит многих. Жена иногда продает и мои духовные сочинения. В общем, как-то присмыкаемся, донашиваем старье. Внешне живем прямо-таки по-свински. Забота о селедке каким-то образом перемешивается с размышлениями о высокой музыке. Еще одно письмо Костальского, где он пишет о том, что происходит в Москве, что происходит в музыкальном мире. Он говорит, деньги ужасные. Цены такие. Свежий огурец 12 миллионов за штуку. Пять соленых огурцов 5 миллионов. Черный хлеб 1,5 миллиона. Миллионы у нас называют лимонами. Квартплата 399 лимонов. За воду 200 миллионов. За электричество в таком же роде. В общем, лимонад один. Наша Московская хоровая академия переживает очень сложные времена. В консерватории тоже нелегко. Михаил Михайлович Аполитов Иванов ушел с поста директора Московской консерватории. И вы знаете, пишет он Рахманиному, как-то оживился. Приобрел человеческий облик. А вот замечательный музыкант Гедики сидит в психиатрической лечебнице. Дело в том, что соседа Гедики ночью взяли. Говорят, вообще ночь – это страшное время. Если в доме горят огни, значит, пришли за соседями. И вот на глазах у Гедики забрали его соседа и друга. Он сошел с ума, сидел в темном углу, плакал, боялся, что его расстреляют. С другой стороны, пишет Костальский, Москва все время празднует юбилеи. Юбилей Политова Иванова, юбилей Глазунова, юбилей Мирхольда Собинова. Да и Рахманиного, говорят, у нас не забывают. Даже на концертных программах все время пишутся, исполняются концерты Рахманиного и музыка Костальского. Костальский писал не только письма Рахманинову, он до конца своих дней сочинял церковную музыку. У него была масса поклонников, ему постоянно заказывали музыку для храмовых праздников, а у него под подушкой после его смерти нашли церковное сочинение «Во царстве и твое». То есть он писал буквально, работал до последних дней. Одним из тех, кто, можно сказать, закрыл ему глаза, был его ученик Данилин, упомянутый письмами Рахманину. И вот Данилин стоит у кровати умирающего Костальского, а Костальский, надо сказать, позвал его, чтобы тот на рояле исполнил написанную им по заказу музыку для одного из храмов. И вдруг он шепотом говорит ему «Ты меня отпой». И когда вот вскоре Костальский уходит из жизни, то Данилин тут же совершает отпевание, зовет духовенство и начинает в их присутствии отпевать своего учителя. Рассказывают близкие люди о том, что в последние дни он очень тяжело страдал от грудной жабы, тяжело дышал, болело сердце. И врачи выписали ему шампанское для укрепления сил. И в одном из воспоминаний говорится, что пришли его навестить, и видит, весь обложенный подушками, льдом сидит Костальский и выпивает шампанское. А дочка, говорит, пил шампанское, корчил рожу и говорил, «Ну, сейчас я, пожалуй, развеселюсь». Напоследок, перед уходом, он сказал, что иногда хочется думать о том, что писал я во славу Бога и во славу Руси. Но рано или поздно прежнее уйдет, наступит новое. Поэтому вперед, вперед. Что будет-то с нами? Прошлому не уложиться без остатков памяти. Ему необходимо будущее. Лица, образы, судьбы. В программе Ирины Кленской и Александра Васькина «Шум времени. Музыка. Революция». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова